Привет, ребята! Сегодняшнее видео посвящено теме, как выжить в лесу. Чтобы выжить в лесу, нужно хорошо питаться. И питаться тёплой пищей. Горячей иногда даже. Чтобы её приготовить, нам нужна будет печка. А чтобы её сделать в лесу, нужно применить японские технологии. Сегодня мы построим печку на ракетной тяге, так называемую, по японской технологии, из наших отечественных материалов. Для этого нам потребуется 4 газоблока, которых я уже купил и уложил по уровню ровно. Это будет фундамент. Также нам потребуется 42 огнеупорных кирпича. Мешочек огнеупорной смеси для кладки кирпичей. Ведро для замеса. Дрель с венчиком для размешивания вода. И, в общем-то, и всё. Сейчас я сложу эту печку из кирпичей без использования смеси, без раствора. Чтобы вы могли увидеть, как она выглядит. А потом мы её снова разберём и снова уже соберём на этом растворе. Она потом высохнет и будет готова к использованию. Итак, поехали. Первый слой кирпичей – это фундамент. Сразу разжигать огонь на газоблоках нельзя. Они не жаростойкие, они сразу треснут. Это просто для распределения веса, чтобы наша печка не продавила в землю и не завалилась. Это как фундамент. А далее мы вот как-то так будем складывать первый слой. Газоблоки очень важно тщательно выровнять, чтобы было идеально ровно. Потому что печка хоть и небольшая, но тяжёлая, и малейший перекос губительно может на неё подействовать. Она может просто завалиться. Можно вот так посимпатичнее будет смотреться. Так, первый слой готов. Теперь дальше. Складываем саму печку. dunno, допустим, на мощ communicate. ТамEO ВОДНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чем выше труба, тем лучше будет больше тяга, но я думаю, такой нам будет вполне достаточно. А теперь разбираем все и делаем на растворе. Печку мы разобрали, кирпичи сложили сюда, подготовили лопатку. Специального мастерка у меня нет, поэтому воспринимся такой лопаткой. Такая смесь я подготовил, замешал, вот она здесь, готова. И приступим к сборке. Вот мы собрали нашу печку, уже на специальном огнеупорном растворе. Вот кирпич к кирпичику, все очень качественно. Вот уже никто ее не сможет ни разрушить, ни разобрать, все очень крепко, надежно. Единственное, что вот этот кирпич мы на раствор его не крепили. Он съемный получается, для того, чтобы выгребать оттуда залу. Можно было и загружать дрова удобнее. И еще у нас есть два кирпича, которыми мы можем закрывать дымоход. И тогда сюда жар не будет выходить, а будет сюда распространяться. И можно здесь жарить шашлычки, например. Барбекюшница такая получается. А когда мы это раздвигаем, жар и дым выходят сюда. И мы сюда вставим вот такую чугунную подставку, которая не перекрывает выход дыма. И на нее можно вставить что-то из нашей посудки. Например, вот такой замечательный чайничек. Или сковородку, можно что-то пожарить. Печка очень мощная. Вода закипает и все жарится очень быстро. Очень большая температура там образуется. Я вам расскажу, как она работает. Дрова обычно загружаются сверху через дымоход. Используются такие мелкие, как вот эти, например. Ну там щепки. Даже можно шишки туда забрасывать. Вот их под этой сосной очень-очень много. Они в качестве топлива тоже хороши. Загружаем нашу печку дровами. Вот здесь разжигаем. И по законам физики образуется тяга. Вот сюда воздух заходит и туда выходит. И вот эта вот часть печки нагревается до огромной температуры. И вот здесь самая горячая часть получается. Когда мы перекрываем дымоход, то жар сюда идет. Здесь можно шашлычки жарить. Все очень удобно и универсально. И сейчас мы загрузим печку дровами. И я вам продемонстрирую, как она работает. Загрузили мы нашу печку мелкими дровишками для розжига. Когда она разгорится, мы туда закинем уже потолще. А сейчас нам главное, чтобы она загорелась. Для поджога будем использовать не спички, а мою супер модную крутую зажигалку. Она очень мощная, не тухнущая и быстро все зажжет. Вот так вот берем. Так щелк. Все горит. Видите, как сразу дым пошел? Тяга хорошая. Все, ничего, никакого волшебства, законы физики. Сейчас, как она разгорится, дым должен исчезнуть. Потому что печка очень эффективная. Сжигается там практически все на 100% и дым не образуется. Как только она хорошо разгорится, будем подбрасывать толстые дровишки. И когда... Ого, какой огонь, ничего себе. Почти доменная печь. В отличие, ребята, обратите внимание, в отличие от костра, КПД этой печки очень высокий. То есть здесь тепло не пропадает. Когда горит костер, оно все в разные стороны все уходит. А здесь все эффективно. Видите, уже огонь. Уже идет. Печка превзошла все мои ожидания. Температура горения просто огромная. Когда она разгоралась через дымоход, такой огонь мощный шел. Там точно 1000 градусов внутри. Сейчас она немножко прогреется. И будем закипятить наш чайничек. Вот наша посудка. Приготовим чай. Потом пожарим яичницу. И потом в кастрюльке сварим еще яйцо. Для теста. Да, видите, какая маленькая печка, какая эффективная. Все-таки японские технологии. Это называется японская печь-ракета. Для тех, кто не знал. А чтобы она еще лучше работала, ее закапывают в землю. Вот эти все выступающие части сверху засыпают землей. Чтобы только дымоход был. И тогда она может держать тепло до двух суток. После того, как разогреется. То есть, никакого волшебства, законы физики. В ветреную погоду она работает еще лучше. Очень крутая тяга получается. А вот, ребята, почему эта печь называется ракета. Мы подбросили немножко дровишек. Посмотрите, какой мощный огонь идет. Это просто жесть. Совсем буквально три палочки или четыре. Там температура просто космическая. Вот, там не то, что можно яичницу поджарить. Там можно кремировать кого-то небольшого. Непослушного. Да, это все за счет тяги. Вот это печь ракета. Печка разгорелась. Температура как раз подходящая для приготовления яичницы. Сейчас мы это сделаем на нашей сковородке. Да, я больше не кулинар. Я, скорее, печных дел мастер. Поэтому может не все получится красиво, но зато вкусно. Наша яичница готова. Можем теперь ее достать. Может, все не настолько красиво, как хотелось бы, но яйцо пожарилось. Сковородка просто наша несовершенна. Все-таки чугунная большая лучше была бы. Но у нас есть только такая. Вот, так что зацените. Первое блюдо, приготовленное на печке-ракете. А сейчас мы приготовим следующее блюдо. Теперь мы уже сварим три яйца в нашей кастрюльке. Вот здесь мы набрали воды. Так. Закроем крышкой. И у нас есть три куриных яйца. которые мы будем варить. Оп. 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 Закрываем. И посмотрим, через сколько минут закипит там вода. Вот прошло где-то чуть больше пяти минут и наша кастрюлька закипела. Посмотрите. Наши яйца сварились. Какая красота. Теперь мы снимаем ее с огня и будем кушать вареные яйца. Итак, подведем итог. Мы сделали печку. И печка превзошла все наши ожидания. Работает намного круче, даже чем я думал. очень мощная, эффективная, компактная, дешевая, легкая в сборке печка, которая пригодится на все случаи жизни. В лесу, на даче, где угодно. Так что рекомендую. Печь-ракета. Японская технология. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...